С 1 февраля все розничные торговые точки должны указывать в чеке наименование и количество продаваемого товара. В этой связи у предпринимателей возникает ряд вопросов, на которые мы сегодня постараемся ответить. Ну что же, начинаем нашу пресс-конференцию по заявкам дружников торговли. Добрый день, уважаемые предприниматели. Давайте начнем. И первый вопрос, пожалуйста, задавайте. Здравствуйте, у меня такой вопрос, а вот можно товары в чеке назвать просто товар или дорогой товар или дешевый товар? Нет, указываемое в чеке наименование товара должно позволять однозначно идентифицировать товар. Следующий вопрос, пожалуйста, вот мужчина в пиджаке. Подскажите, пожалуйста, как проще всего занести в кассу наименование товаров? У меня их тысячи, я же месяц все это вручную набирать буду. Что делать? Если вы используете автономную кассу, которую нельзя подключить к компьютеру, вам и в самом деле придется заносить наименование товаров в память аппарата вручную. Так что если товаров у вас много, то такую кассу лучше сразу выбросить. А вот если вашу онлайн-кассу можно подключить к товароучетной программе на компьютере или в облаке, то все гораздо проще. Скорее всего у вас найдется файлик с наименованиями ваших товаров и ценами. Если так, то его чаще всего можно легко импортировать в программу. В интернете, кстати, достаточно много инструкций по этому поводу. Вот, например, ролик про то, как импортировать файл Excel в программу 1С касса. Так, идем дальше. Молодой человек с табличкой, пожалуйста, ваш вопрос. Да, вот скажите, а если у меня никаких табличек Excel-овских с товарами нет, а только вот эта вот тетрадка с записями, что делать? И тут есть лайфхак. Все товароучетные программы 1С, 1С розница, 1С УНФ, 1С управление торговлей. И, конечно же, 1С касса, все они умеют работать с очень полезной утилитой, которая называется 1С номенклатура. В ней хранятся названия и штрих-коды миллионов товаров. Так что, если вы, например, используете локальную или облачную программу 1С касса, вам достаточно просто отсканировать штрих-код товара. Если этого товара еще нет в вашей базе, то утилита 1С номенклатура автоматически подскажет вам его название. И ничего руками забивать не придется. Останется только цену указать и все. Причем в объеме до 10 тысяч карточек товаров, эта утилита для вас будет бесплатной. Вряд ли в вашем небольшом магазине более 10 тысяч наименований товаров. Что ж, следующий вопрос. Давайте спросим мужчину из цветочного магазина. Он у нас постоянно вопросы задает. Пожалуйста. Да, здрасте. Давно тяну руку. Вопрос такой. Если на товаре есть штрих-код, то все просто. Пикнул сканером и все. А вот если штрих-кодов нет, как кассиру выбирать нужный товар? И вообще даже не товар, а услугу? Проматывать весь список или название руками забивать в поиск? Для продажи товаров и услуг без штрих-кодов есть несколько лайфхаков. Первый способ. Распечатать этикетки со штрих-кодами и наклеить их на товары. К сожалению, для этого понадобится купить специальный принтер этикеток. Да и процесс это довольно небыстрый, если только не пользоваться специальным и довольно дорогим оборудованием. Ну и к тому же не всегда это возможно с теми же услугами, например. Второй способ. Почти все программы для кассиров позволяют завести так называемые избранные позиции номенклатуры. Их можно добавить в чек прямо с экрана или используя специальные комбинации клавиш. Но и тут есть ограничения. Использовать избранные товары или услуги удобно, только если их относительно немного. В некоторых программах избранные позиции можно разбить по группам и подгруппам. Но это не сильно упрощает дело. Вспомните, когда вы в последний раз подбирали заказ в кассе самообслуживания в Макдональдсе. Не так-то это быстро получается. Есть и третий способ. Можно назначить вашим наиболее ходовым товаром или услугам штрих-коды. Распечатать их на нескольких больших листах бумаги и прикрепить их возле рабочего места кассира. Как бы примитивно это не выглядело, на самом деле это очень удобно. Так часто делают, например, в медицинских центрах. Разнообразных услуг там очень много, а искать их по каталогу это долго. А на лист А4 легко помещается пару десятков штрих-кодов. Через пару дней кассир автоматически, не задумываясь, безошибочно попадает сканером в нужный штрих-код. Срабатывает так называемая моторная память. Это даже быстрее, чем меню избранных позиций с группами и подгруппами. Ну а для менее ходовых товаров и услуг можно сделать специальный альбом штрих-кодов. Ой, а вот еще у меня вопрос. А как мне начать указывать наименование товаров на моей старой автономной онлайн-кассе? На этот вопрос мы ответили в нашем предыдущем видеоролике. Посмотрите его, пожалуйста. Так, ну и давайте последний вопрос на сегодня. Вот мужчина в шапке, пожалуйста, задавайте. Я? Да не-не, ребята, вы что, я просто по глазей зашел. Мужчина, время не тяните, задавайте вопрос. Че? Вопрос? Ух ты ж, ешь ты ж. Ребятишки, а это вот конференция будет где-нибудь в записи, вот чтобы посмотреть ее можно было? Ну конечно будет. На ютуб канале справочное бюро предпринимателя.